Hello, beautiful people! С вами Кат Кена, и сегодня будем говорить... Я очень люблю идиомы, поэтому говорю о них часто, и вот сегодня как раз тот случай. Но идиомы сегодняшние будут базироваться на лице и теле. Все части тела, части лица, вот это все. И начнем, пожалуй, я музыкант, поэтому начнем с очень важной для меня части тела, это ухи. Ухи, ушки, ушки. Например, если вы очень внимательно кого-то слушаете, вот по-русски мы говорим, да, я весь во внимании, по-английски это будет I'm all ears. I'm all ears. I really hope that you are all ears right now. И еще одна идиома с ушами. To play by ear. Кстати, заметьте, первое, уши во множественном, да, to be all ears. Второе, о котором я сейчас расскажу, там уже в единственном. To play by ear означает, ну как пойдет. Когда у вас нет плана, когда вы не знаете, как будет, когда ты говоришь, давай по обстановке решим, давай решим уже на месте, давай посмотрим, как пойдет. Вот это все по-английски можно сказать to play by ear. Например, I'm not sure what the weather is gonna be like tomorrow, so let's play it by ear. Я не уверен, как завтра будет погода, и давай уже там посмотрим, разберемся. Следующее выражение to be head over heels. To be head over heels означает только одно, влюбиться по уши. Кстати, по-русски переводим с ушами, а по-английски без ушей. To be head over heels in love with somebody. Не обязательно добавлять in love with somebody, head over heels уже понятно, что идет речь про влюбленность, которая по уши. Например, How is it going with you and John? Oh my God, I'm head over heels. Я по уши влюблена. To get something off your chest. To get something off your chest. Чест это грудь, да? Вот здесь, грудная клетка. Переводится, как выговориться, высказаться, снять какой-то груз души, да? Когда вот ты такой молчал-молчал, и ты говоришь I'm really sorry, I'm talking too much right now, but I just need to get it off my chest. Я сейчас очень много говорю, сорян, но мне вот прям надо выговориться, чтобы мне полегчало. Вот так. Дальше идем к глазам. To see eye to eye. To see eye to eye означает с кем-то соглашаться. Хотя очень часто это выражение используется в противоположную сторону, да? We don't see eye to eye about anything at all. Мы вообще ни в чем не соглашаемся. Никогда. To let your hair down. To let your hair down. Не знаю, откуда оно пошло. Опустить твои волосы вниз. Означает расслабиться, раскрепоститься, пойти как-то вот оторваться, получить удовольствие. Например, Don't worry about anything. Just go, have fun, let your hair down. Вот так используем. To pull one's leg. Тянуть кого-то за ногу. To pull one's leg означает, что вы кого-то дразните, прикалываетесь, что-то там. Например, ты можешь сказать Oh, I'm not really a celebrity. I'm just pulling your leg. То есть вы сейчас человека втирали 15 минут, чтобы вы знаменитость, и он говорит, да нет, слушай, я прикалываюсь. Нет. Это вот это как раз. Еще одно из моих любимых выражений, это когда мы говорим ни пуха, ни пера, кому-то желаем удачи, вот по-английски, это будет Break a leg. Пойди сломай ногу, если дословно переводить. Break a leg, оно пошло от, это идиома из театра пошла давным-давно, когда в театре все делалось вручную. Leg – это механизм, который, так называется механизм, который поднимает и опускает занавес. То есть если шоу было очень успешным, и актеров постоянно вызывают на бейс, там 8 раз в конце, занавес поднимается, опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. И это leg, в конце концов, она ломается. Поэтому break a leg означает пойди и просто, чтоб так все круто прошло, чтоб аж занавес упал. Вот так. Вот примерно так это переводится. Не обязательно это связано со сценой, если у вас какая-то презентация или там, да что угодно, да, именно связано с каким-то выступлением, вроде как, то break a leg очень даже подойдет. To face the music. Face – лицо. Face the music – встретиться с музыкой означает, если, например, вы знаете, что напортачили, что-то вы сделали не так, и вы знаете, что будут какие-то последствия точно. И вот to face the music – это когда ты идешь и встречаешься вот с этими последствиями, с критикой. Например, ты что-то самовольно сделал на работе, боссу не сказал, думал, блин, может обойдется, босс не узнает, все будет нормально. А босс узнал. И такой звонит, Гэт, зайди ко мне. Чего там было-то в последнем шоу? И ты такой, То есть ты знаешь, что получишь по щам. Face the music – это пойти и получить по щам. Вот так. Холодные ноги – иметь, холодные ступни даже. Как правило, это говорят о невестах. Как правило, это когда человек начинает нервничать перед свадьбой, да? То есть там за два дня до свадьбы – нет, все, платья не подходит, ничего не подходит, вообще, что-то я уже замуж не хочу, блин. Вот это называется To get nervous before big event. Вот так переводится. И еще одно выражение, последнее на этот раз, я надеюсь, вы все записываете, а может быть, даже запоминаете на ходу. To give somebody a hand, дать кому-то руку, если дословно. Вообще, это означает помочь, как правило, с каким-то физическим заданием. Например, кто-то тащит сумки, и ты говоришь, Do you need a hand with this? Тебе помочь дотащить? Или, Listen, if you need a hand, call me, and I'll come over and help you out. То есть, как правило, как я уже сказала, это именно помощь, там что-то собрать, донести, перевести, какие-то вот такие истории, где ты можешь прям вклиниться и человечку помочь. Вот такие идиомы про тело, наверняка, не наверняка, а их точно больше, но вот это такие, список любимых, что называется. Спасибо за внимание, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok